А теперь продолжимся. Придумал все это где-то в конце уже 19 века. Он вообще-то думал по профессии не математиком, а философом. Он был в будущем, но он, наверное, в дальнейшем американский философ. Он невозможен. Основатель направления, которое называет «прагматизм». Его известность такова, что и некоторые его книги и лекции, например, на русском языке есть. И даже география есть. Пирса, написанная отечественным автором. Там много любопытного написано, но, по-моему, там почти не упоминает то, что Пирс еще серьезно занимался математикой, имел там результаты. Ну вот, например, треугольник Пирса, это весь нетривиальный, если его до сих пор вспоминают и открывают там. Но все время, то новое слово. Пирс еще известен в алгебрологике функцией, которая называется «стрелка Пирс». Пирс еще один. Значит, ну вот тут были лекции у вас с правой географией тоже, и будете, наверное, проходить, когда будете студентами. Ну вот одна из двух функций, будем мы, которые обладают свойством порастать все остальные функции с помощью постановок друг в друга. Одна из них называется «старик Шеффера», а другая – «старик Шеффера». Вот, оказывается, Пирс обе эти функции обнаружил, то есть он, значит, стоит раньше Шеффера. Но статью эту он, по-моему, с причинами не опубликовал, и она, по-моему, оказалась только в его собрании сочинений, которое вышло, может быть, после его смерти. Так что, Пирс, в общем, заветно. Понимаете?